Катается без лицензии. Таксисты-нелегалы в Чебоксарах попались на перевозки пассажиров. Какая из этих машин такси? Может это красная Мазда? Или этот синий Ниссан? Даже экстрасенс не определится стопроцентной вероятностью. Поэтому под видом пассажиров заказывали такси молодогвардейцы и ехали из точки А в точку Б. Нам нужно 28-ю школу на Ашмарина. А девушку вот там вот вы садите. На пути их следования караулил дорожный патруль. Водительские документы в порядке, а вот лицензии на перевозку у мужчины не оказалось. Перевозка осуществляете? Нет? Знакомый, да? Добрый день, девушки. Сейчас я к вам подойду с той стороны. Откуда едем? Куда? С перекрестка. Мы, наш Марина, едем в школу в 28-ю. Такси, да, вызвали? Да, такси мы вызвали. По телефону? Да, по телефону вызвали. Данное транспортное средство к вам подъехало? Да, подъехало транспортное средство. Оплату производили? Да, мы все проплатили уже. Как? Наличными? Наличными проплатили, да. Теперь и бомбили, и его пассажирам придется провести в участке полиции не один час, давая показания и разъяснения. Нелегальному перевозчику грозит штраф минимум 3000 рублей. Статистика тоже не на стороне водителя. Порядка 60% всех аварий в России приходится как раз на нелегалов. За 2018 год на территории города Чебоксары с участием легкового такси всего было зарегистрировано 9 дорожных происшествий, в результате которых 14 человек у нас получили телесное повреждение. За отчетный период текущего года с участием легкового такси у нас зарегистрировано одно ДТП с материальным ущербом. Второй пассажир под прикрытием двигался от Мегастроя в сторону проспекта Мира. Такси он заказал онлайн. Машину патруль остановил на кольце у энергозапчасти. Здесь у водителя имелись и документы, и лицензия на перевозку. Мы извинились перед таксистом, перед водителем, который предоставил нам все правовые документы, в том числе разрешение. Очень был удивлен о том, что впервые за целый год имел он это разрешение, впервые работники ГИБДД с нашим участием спросили разрешение на право перевозки пассажиров. Путь третьего такси с подставными пассажирами пролегал через пост ГАИ в Харкасах. Здесь водитель утверждал, что лицензия есть, только он ее забыл дома. Алло, мама, слушай, там лицензия где у меня на машину на такси? Позже документ все же нашелся. Водителю сделали замечание. Вообще, любой пассажир может потребовать у перевозчика лицензию и только после отправляться с ним в путь. В противном случае есть риск попасть в опасную, незастрахованную ситуацию. Значит, водитель незастрахован. Значит, в случае совершения какого-то дорожно-транспортного происшествия, значит, водитель, который перевозит, и пассажир, который понес то или иное, не дай бог, травму, конечно же, он незащищен. Ближе к майским праздникам таксисты активизируются. Но и народный контроль будет чаще проверять водителей на честность. Ирина Волкова, Андрей Шоклев, Республика.